на нашем сегодняшнем концерте. Сегодня в Римско-католической Церкви великий праздник – Благовещение. Русская Православная Церковь будет отмечать его 7 апреля. Христиане считают Благовещение одним из важнейших событий истории спасения. Они веруют, что в этот день предвечный Бог воплотился, то есть принял человеческую плоть, чтобы ради нас, людей, и ради нашего спасения стать человеком, стать одним из нас. Послушаем, как описывает это событие Евангелие от Луки. Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосиф из дома Давидова. Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, «Радуйся, Благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы было это за приветствие. И сказал ей ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус». Эти слова, слова ангела, легли в основу самой главной и самой любимой верующими молитвы к Богородице. Католики знают эту молитву по первым ее словам, ее латинского текста «Аве, Мария, Грация плена, Радуйся, Мария». Эту молитву положили на музыку многие композиторы. И едва ли не самая известная «Ава, Мария» принадлежит Перу, Франца, Шуберта. Правда, он сочинил эту вокальную пьесу не на каноническую молитву, а на другой текст, где известной латинской молитве соответствуют только первые первые два слова каждого куплета. Это стихотворная молитва из поэмы Вальтера Скотта «Дева озера» в немецком переводе. И обрещена она тоже к Богородице. Хотя помимо Шуберта в этот вечер будут звучать и произведения других композиторов, именно его творения составят большую часть программы этого концерта. В нее войдут и два крупных его сочинения. Это «Восьмая симфония», известная как «Неоконченная симфония», а также «Месса, соль, мажор». В завершении концерта прозвучит «Магнификат» песнопение на текст той песни, которую, согласно Евангелию, воспела Дева Мария, ожидая рождения сына. Мы просим вас, дорогие слушатели, при исполнении многочастных произведений, пожалуйста, не аплодировать между частями. Ну а сейчас, дорогие друзья, позвольте представить наших исполнителей. Итак, сегодня для вас выступают симфонический оркестр Московской областной филармонии «Инструментальная капелла», художественный руководитель и дирижер, заслуженный артист России Виктор Луценко. Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова, художественный руководитель и главный дирижер Николай Азаров. Солисты, заслуженная артистка Республики Башкортостан, солистка театра «Новая опера» Елена Терентьева, сопрано. Солистка Центра оперного пения Галины Вишневской, Дарья Хазиева, меца-сопрано. Солист Центра оперного пения Галины Вишневской, Тихон Горячев, тенор. Солист Государственной академической симфонической капеллы России, Руслан Разыев, баритон. А также титулярная органистка Римско-католического собора в Москве Марина Амельченко. Орган. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Аплодисменты. 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 Грация плена, Мария, Грация плена, Мария, Грация плена, Ави, Авиа, Авиа, Авиа. Авиа, 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 С Tara. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Симон Симфония Франца Шуберта Симония Франца Шуберта Дорогие друзья, напоминаю, что эта симфония в двух частях, и мы просим вас, пожалуйста, не аплодировать между частями произведения. Итак, на сцене симфонический оркестр Московской областной филармонии, инструментальная капелла. Дирижер Виктор Луценко. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Спасибо. 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 «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнали Симон Аплодисменты 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 баритон. Партия органа Марина Омельченко. Дирижер Виктор Луценко. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Московской областной филармонии, инструментальная капелла, государственный академический, Московский областной хор имени Кожевникова, солисты Елена Терентьева, сопрано, Дарья Хазиева, меца-сопрано, Тихон Горячев, тенор, Руслан Разыев, баритон, партия органа Марина Амельченко, дирижер Виктор Луценко. Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали 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 Симон.